У нас, когда дело касается казахстанского футбола, есть мнение редакторское, а есть еще мое мнение, поэтому сегодня будем как веном. Всем привет, меня зовут Петр Воликов, это спорт Шрёдингера и у нас первый в этом году выпуск про казахстанскую премьер-лигу. Поводом для него стали скандалы, сотрясающие наш многострадальный чемпионат страны по футболу. Сегодня Астана на финише чемпионской гонки опередила Ак-Тубе на 1 очко и уже через неделю может стать 7-кратным чемпионом. Сейчас я разберу, что там происходит в КПЛ, кто виноват и что вообще творится с нашим футболом. Выпуски про КПЛ традиционно не собирают много просмотров, поэтому сразу прошу от вас лайк, если вам не трудно. А теперь по традиции кет. Друзья, вы заметили, что фон у меня за спиной поменялся и я не про шарф с матча Голландия-Казахстан. И да, здесь нет ошибки, это голландский язык. Друзья, короче, изменения вот здесь. У моих друзей из букмекерской компании Тенниси Кизет стартовал новый стильный розыгрыш. Смарт-тачка для прошаренных. Главный приз Тесла, модель Y Performance. А еще разыграют кучу крутой техники от Apple. Условия простые. Регистрируешься, собираешь купоны, заставки. Чем больше купонов, тем больше шансов на Теслу. Ее хозяин определится 18 декабря, сразу после финала чемпионата мира. Все подробные условия в закрепленном коменте. Рахмет, а теперь к моему любимому, к футболу казахстанскому. Итак, КПЛ в этом году была пресной ровно до разгара чемпионской гонки. 12 сентября в Астану вернулся бывший президент клуба Саян Хамиджанов. Астана объявила, Хамиджанов будет советником гендиректора на общественных началах, то есть бесплатно. Сразу после этого клуб сделал еще одну заметную перестановку. Вместо серба Старджана Благоевича главным тренером стал Григорий Бабаян. Как говорят в футбольных кругах, человек Саян. Тогда же куратор Актобе от Акимата области, заместитель Акима Руслан Хамбаров заявил, что ему стало известно о проделках конкурента. Но 22-й тур прошел без всяких судейских скандалов. Актобе сгорел Акжаику 1-3, а Астана сыграла 2-2 с Тураном. Мне вообще на тот момент казалось, что в лучшей позиции оказывается действующий чемпион Костанайский Табол. Но сам Табол потом проиграл Аксу, а позже Махторалу и выпал из чемпионской гонки. По-настоящему на КПЛ обратили внимание только в 23-м туре. Тогда Табол дома победил Актобе. Красно-белые начали давить еще до матча. Им не понравилось, что Табол решил играть в Манеже. Этой претензии я вообще не понял. В прошлом сезоне кустанайцы переехали в свой Манеж еще 2-го октября. И никто тогда не возмущался. В самом же матче было два спорных эпизода. Первый перебитый пенальти Серегжана Мужикова. Но ладно, с ним разобрались. Там есть целых два формальных эпизода для перебития. Игра Стаса Покатилова на ленточке и забег игрока Актобе. Я, правда, тут не понял, почему в нашем казахстанском футболе, когда ты бьешь, вратарь отбивает, игра продолжается. Играешь, 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 играешь. Эй, перебивайте. Ну, суди для того и есть, чтобы один смотрит ленточку вратаря, другие судьи смотрят, кто вбегает в штрафную. Понимаешь? Их там три, как минимум. Вот это реально допус, братан, мне кажется. Второй эпизод – это неназначенный пенальти на 90-й минуте за игру рукой Асхата Тагавергена. И здесь получаются двойные стандарты. Сегодня болельщики Актобе возмущены вторым пенальти в свои ворота в матче с Ордабасе за игру рукой. Но уверены в матче с Таболом за точно такой же эпизод должны были дать пенку в их пользу. Другой скандал после матча Табол Актобе – слитый телефон судьи Сакена Баимбета. Он подвергался нещадной атаке в Каспии и Ватсапе и даже некоторым ответил. Дальше был матч Актобе Туран с двумя пенальтями в пользу Актобе. И второй пенальти, опять же, игра рукой, прижатая к себе. Болельщики Актобе в соцсетях не шумели, потому что выиграли. И последний на сегодня матч 2-2 с Ордабасе. Актобе ввел 2-0, но получил два пенальти во втором тайме. И вот отсюда снова очередной скандал начался. У меня одно здесь, мое мнение личное, скромное, братан. Я вообще, если непредвзят, посадить непредвзятого человека, нейтрального, я, например. Есть Актобе, есть Ордабасы. Мне обе команды нравятся, потому что они в чемпионате Казахстана и так далее. Самые такие яркие команды. Но я не могу понять, как там рассмотреть хоть что-нибудь. Ну как? Ты же разные ракурсы. Эти ракурсы вообще не показывают, как можно судить чистый там пенальти или нет. Я сегодня ради примера. К седьми человекам подходил и спрашивал, были ли там пенальти. В каком эпизоде был пенальти точный. В первом или во втором? Я тебе отвечаю. Три говорят. Первый железный. Второй спорный. К другим подхожу. Они говорят, второй железный. Первый непонятно. Ну то есть люди, как и я, понимаете, вы не можете рассмотреть правильно эпизод, потому что снят он ху**. Он реально снят очень плохо. Здесь вообще никак нельзя рассудить, был ли пенальти, не было. Там все начинают говорить, ну на самом, по факту, друзья, по факту вы не можете увидеть. Вот никто не, и даже Сахи Данияр, который там условно идет смотреть вар, он же видит ту же картинку, что и мы. Он, ну как ставить-то, не ставить пенальти? Там непонятно. Съемка отвратительная. Там невозможно увидеть пенальти. Даже если он был и даже если его не было, его невозможно увидеть. Просто невозможно. Вот как четко, знаешь, как в Англии. Там игра рукой есть, и тебе в 50 ракурсов показывают. Ты говоришь, вот это железная рука. Или здесь два ракурса показывают, я не видел. И болельщики Ак-Тубе, естественно, будут говорить, это не пенальти. Болельщики Орды будут говорить, нет, это пенальти. И болельщики Астаны. Потому что ты придя. А нейтральный зритель, как вот сегодня 7 человек я опрашивал, они не понимают. Они говорят, вот там есть, здесь нет, потому что не видно. Не видно. Я пошел в соцопрос. Я тебе говорю, мнения разделились. 4-3, блядь. И я не понял, а в итоге, какой чистый пенальти, а какой нет. Алло. Может они оба чистые, а может и нет. Короче, здесь не разберешься. У Астаны, если мы берем период с момента прихода Хамиджанова, было 6 матчей. С Тураном, да, были 2 пенальти. В их пользу, на мой взгляд, справедливых. Ну и жаловаться повод тоже есть. Отменили гол Аймбетова. В других матчах не было судейских скандалов, но вопросы возникали. У Ардабасы в чемпионате не сыграли Эльхан Астанов и еще ряд других лидеров. Официальная причина – вирус. Зато в полуфинале Кубка Астана против шимкенцев выпустила дубль. Атырау выпустил третьего вратаря Азамата Жомартова. До 27 лет он ни разу не играл в КПЛ. Официальная причина – первый и второй вратарей тоже приболели. Сегодня Козелжар тоже приберег пару лидеров – основного вратаря Мирослава Лобанцева и его арийского полузащитника Мусу Кане. Говорят, что хотят приберечь игроков для последнего матча с Каспием. Поражение от Каспием может отправить Козелжар в первую лигу. Обсуждаем эти скандалы. Почему-то болельщики Актубе яро просят занять их сторону, угрожая отпиской. Но я постараюсь высказать свое, пусть и непопулярное мнение. Все эти скандалы – явный показатель того, что чемпионат у нас нужен только в концовке сезона. И где-то даже виноваты мы, сами болельщики казахстанского футбола. Почему-то всех возмущают судейские скандалы в пользу Астаны. А когда ошибаются в пользу Актубе, Табола, Кайрата, то это не особо-то и важно, как оказывается в итоге потом. Те же фанаты Актубе каждый матч Астаны даже победу со счетом 5-1 готовы считать догом. Но в то же время готовы найти кучу доказательств, видео, что Каспий не сдавал. Хотя там тоже есть подозрительные ошибки. Претензий к болельщикам Актубе в принципе не должно быть. Это единственные люди, которые подогревают хоть какой-то интерес к казахстанскому футболу. Понимаешь? Но при этом же нельзя, мне кажется, быть болельщиками, которые все нечестные, а мы вот честные. Такого не бывает. Им огромный респект. И нет ни одного человека, который интересуется казахстанским футболом, который не респектует болельщикам Актубе. Но при этом нужно, мне кажется, золотая середина должна быть. Как у болельщика Актуба, который говорит, ну вот, да, нам иногда подсуживают, ты что, это же КПЛ, это нормально. Ну, в казахстанском футболе выигрывает тот, кому нужно больше и выгоднее, понимаешь? Здесь страдают болельщики, страдает тренерский штаб, футболисты, но такой наш казахстанский футбол, что вы хотели? В этом году чемпионат Казахстана хочется ругать сильнее на фоне результата в Еврокубках. Табол смог пройти только чемпиона любительского чемпионата Гибралтара. Астана обделалась с польским раковом. Кайрат не смог забить венгерской Кишварде, у которого бюджет всего 2 миллиона евро. Только выступление Козылжара получилось достойным, потому что гений али-али. Козылжар, напомню, сенсационно победил хорватский осиек и не опозорился против кипрского Апуэля. В любом случае Казахстан досматривал квалификацию Лиги конференции уже по телевизору в двух шагах от группы. И что-то есть у меня ощущение, что в следующем году наш провал в Еврокубках будет еще оглушительнее. В лучшие годы Астаны, Актубе, Шахтера и Кайрата в Еврокубках наш чемпионат брал деньгами. Сейчас денег стало заметно меньше. И не только в стране, но и в футболе. Если раньше те же армянские клубы мы не чувствовали, то в последние годы мы узнали, что такое вылет от них. И все же деньги у наших клубов есть, но они расходуются совсем не туда. У меня к Руслану Хамбарову вопрос. Как Владимир Муханов мог отсудить у Актубе 97 тысяч евро? И ведь Муханов уже не первый раз отсуживает у Актубе большую сумму. Получил в полном объеме зарплату в 2013 году, в котором не работал якобы за незаконное увольнение. Муханов легенда, конечно, Актубе и казахстанского футбола. Человек, который гремел вместе с Актубе. Но забирать у клуба не в лучшие финансовые годы в стране. 97к евро, да? Это, по-моему, гораздо злее дело, чем поставить две пенки. А? Тебе так не кажется, братан? По-моему, так и есть. Или вот пример Кызылжара. Клуб, который спонсируется из бюджета Северо-Казахстанской области. Полгода не играл в родном городе из-за ремонта стадиона к Еврокубкам. В итоге Еврокубки были в Астане. Стадион не отремонтировали. Зато полгода команда сжигала бабки в столице. За сезон через клуб прошли 22... Иностранца! Ааа, все как мы любим! Назови хотя бы на вскидку, быстро! За счет магии монтажа, друзья, вы не видели, как у меня горел пердак. Сейчас сам себе лещей надавал, Габи помог. Еще раз, на спокухе скажем. 22... иностранца. У кого-то даже заявка меньше, ты прикинь? Чемпион Казахстан. Ю-ху! Короче, даже не будет обидно, если такой клуб улетит в первую лигу. И самое удивительное, когда в интернете появились фотки ужасных условий, в которых тренируются дети в школе под названием Кызлжар, клуб сразу заявил, он тут не при делах. Все вопросы к управлению спорта. Еще один пример. Акжаик. Ноль казахстанцев, вратарей. Те же 22 иностранца. Ужасный стадион, с которого невозможно ничего увидеть. Вылетят и вылетят. Никакой трагедии. Не будет. Толпа иностранцев от Ирау Аксу Шахтери. Да во всех клубах. Приятные исключения. Тарас, Махтарал и Кайрат, где есть казахстанский костяк. В этом сезоне по-новому раскрылись Рамазан Каримов, Аблайхан Жумабек и Данил Устеменко. А кого Кызлжар и Акжаик вырастили для сборной в этом году. 14 клубов объективно многовато для нашей КПЛ. Средний уровень заметно упал. Я понимаю, казахстанских футболистов на все команды не хватает. Но происходящее в Кызлжаре и Акжаик это реально перебор. Что-то я не замечаю, что игроки из ФНЛ-2 и середняков высшей лиги Беларуси заметно сильнее наших. Другая проблема нашего футбола нерешенная вообще никак трансляция. У меня бомбило в первом туре, от этого сейчас уже особо не бомбит. Потому что за один сезон никак трансляцию уже не сделать. Но пожалуйста, огромная просьба вот в этом направлении поработать хотя бы в будущем сезоне. Просто пример есть медиалиги. Да та же российская премьер-лига, которую сейчас особо никто не смотрит. Но картинка-то у них крутая, братан. Картинка топовая. У нас, понятное дело, по ходу сезона никто не будет заморачиваться над качеством съемки. Но есть большое количество времени подготовиться на будущий сезон. И не увидеть... Как мы видели в первом туре Махтаралу, Ордабасы, вот этот кошмар. Вот этот непонятно что. Пожалуйста, если... Я знаю, что нас слушают, про Кастанских флоков мы говорим. Слушают в ПФЛК, да, и... Ну, слышат. Не слушают, видят, смотрят. Вот так, правильно. Никто нас не слушает. Но очень сильно хотелось бы, чтобы у вас за вот это количество времени, когда чемпионат закончится и стартанет новый, было хотя бы хоть какое-то маленькое улучшение в плане трансляции. Очень сильно вас просим. До спа. Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Надеюсь, поддержите это лайком. Кстати, ПФЛК – это профессиональная футбольная лига, организация, отвечающая за все, что происходит в чемпионате. Ей у нас руководит Рохус Шох, уроженец Жамбылской области, но гражданин России, раз еще в этом году входил в исполком Российского футбольного союза. Даже в российском футболе шох человек из 90-х эпохи расцвета ротора. Почти всю карьеру в России он провел в бюджетном клубе. Ротор между появлениями в РПЛ банкротился и судился за долги. Что, скажите мне, может знать этот человек о маркетинге, понятиях матч-дэй, факторе и соцсетей в 2022 году? Ну, шучу, это был риторический вопрос. Когда-то в Польше захотели сделать свою лигу смотрибельной, они поставили руководителем профессионального маркетолога и даже теперь продают трансляции в другие страны. С варом этим тоже жесть, хорошее нововведение, но у нас в большинстве случаев по картинке, как я уже говорил, хрен что разглядишь. А матчи теперь идут по 100 минут, потому что судьи, как кажется, нормально не научились им пользоваться. Ну и не только. На примере того же Сахида Ньяра, да, я его лично знаю. Вот, смотри, ставят тебя обслуживать очень напряженный матч Актобе. Каждый матч скандал, условно. Ты видишь, условно, твое понимание футбола. Вот здесь пенка. Думаешь, ладно, я сейчас перепроверю. Все-таки важный матч, чемпионство решается. Пойду посмотрю, как вар. Идет вар, смотри, смотрит в этот экран, а там, как я и говорил, вот эти два ракурса. И вот как ему принимать решение? Вот реально как? И ты реально, вот возьми вот эту картинку и по всему стадиону ходи, нейтральные зрители ищи. И они тебе будут, половина будут говорить, был пенк, половина нет. Да, нет, да, нет, да, нет. Поэтому здесь им тоже тяжело. Еще меня последние два года бесит КПЛ перерыв на три месяца в связи с играми группового этапа Кубка Казахстана. В Кубке все клубы КПЛ с задачами выставляют полурезервные составы. Получается, в сентябре с возобновлением чемпионата тебе нужно вспоминать, что там было в мае. У Козылжара там на подходе 22 человека ушло, иностранцы первый, следующий самолет приезжают. Кто бы не стал чемпионом Астана или Актобе, по игре не скажешь, что это прям заслуженно. Не знаю я рецепта, как спасти наш чемпионат. Больше всех здесь базарю стою, но по факту, по факту, никто не знает, как спасти наш чемпионат. Наверное, выход только один. Равный бюджет абсолютно всем командам, недопуск к чемпионату команд с ужасными полями и максимальная открытость. В этом году прям вообще грусть. Сужу даже по спорту Шрёдингера. В наших соцсетях стало заметно меньше чемпионата Казахстана по очень простой причине. После каждого такого поста люди отписываются. Не надо так. По-братски. Пусть вам дорж. На сегодня все. Вот такой вот получился выпуск, где я говорил от себя больше, а вся наша команда на меня смотрит. Думает, правильно ли он говорит или нет. Узнаем после этого выпуска. Пишите в комментариях, смотрите ли вы КПЛ и ходите ли на игры. Если перестали смотреть КПЛ, пишите почему. Аллах, Казахстан. Когда-нибудь наш чемпионат станет нормальным. Мы им будем гордиться. Я уверен. Вот серьезно. Наступит то время. Мы победим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok